Сексуальность, раздевание и абьюз. Говорим про Лану Дель Рей на Куачелле. Вообще, это не совсем свежая новость. Не потому, что Куачелла была месяц назад, а мы месяц спустя снимаем выпуск. Про то, что Лана Дель Рей в 2020 году написала в твиттер то, что ее бесит, что ее ставят в один ряд с такими артистами, как Карди Би, Бьонсе или Ариана Гранде. Они пишут песни про то, что классно раздеваться, классно петь о том, какая я сексуальная, классно быть смелой, острой, бросать аудитории вызов. А я-то не того хочу, я хочу петь о том, какая я красивая, какая я уязвимая. В феминизме, говорит Лана, должно быть место для таких, как я, для женщин, которые когда говорят нет, мужчина слышит да. Короче, для позиции жертвы типа феминизме должно быть место, да. Лана Дель Рей была хедлайнером фестиваля Куачелла, фестиваль, до которого скоро дорастет сигнал-фест. Две артистки сопроводили Лану Дель Рей на сцене. Это была Билли Айлиш. И это была Камила Кабелло. Камила Кабелло, в частности, осталась в восторге от творчества Ланы, в восторге от того, что ей довелось лично с ней познакомиться и даже спеть песню I love it на сцене. Сама Лана Дель Рей получила очень разную обратную связь на свое выступление на Куачелле. Кто-то говорит, что это было абсолютно гениально, что она получила свой ренессанс. Другие говорят, что все было ужасно. Она не умеет петь. Вообще дело ни в микрофоне, ни в ужасном звуке. Мне не столько же, сколько людей, поэтому просто забиваем в Ютубе Куачелла Лана Дель Рей лайф в любом порядке и смотрим. Это была Яна Боратова и очень быстрая новость.